Приветствуем наших зрителей. Сегодня мы находимся в Ленобласти. Будем искать вот на этом Болосе. Здесь должны быть наши солдаты, потому что попадаются каски, всяческие там противогазы. Сегодня мы возьмем крюк металлоискателей и будем тут искать. Уверяю вас мы найдем. Зацепились за сигналы, куча всяких металлических деталек. Прямо в болоте, откачать невозможно, поэтому в принципе они тут до сих пор лежат. Дай пинг-понтик, пожалуйста. Так, включен нет? Нет. А, влезет. Советский котелок, скорее всего. А, блин. А, блин. Он лежит. Советский котелок, скорее всего. Алюминиевый. Писной, что ли? Да. Да. Похоже. Здесь пробитый. Да. Пописной. ГАЭФ. ХБА. Ну ладно, вон посылал. Да, потом посмотрим. Да. Состояние-то, кстати, более-менее. Да. Для болота, да. Значит, здесь мы перемещаемся. Магнитом начал работать. Напарился, да. Феликс, цинк? Цинковый имеешь ввиду? Или что-то? Похоже, да. Что-то тонкое, гнилое. Вытаскивай, обкапывай. Ага. Самый большой сигнал. Ящик для дисков Дегтярева. Что это? О, нет, смотри, аж с дисками. Насколько сгнили. То ли он горел. Ну, вытащи его туда подальше, чтобы он тут сигнала не дало. Да, с ним беда какая-то. Тут сталь, конечно, съедается. Хорошо, что тут болотина коричневая. И там у вас, блин, наверное, подсумок. Наверное. Здесь на фоне коричневого хоть видно черного. Это же медальон. Ага. Это подсумок, блядь. С костью. Или сапог. Нет. Нет, подсумок костю мне уже. Корни проросли. Да, вообще. Просто через все. А там это деревяшка или кость? Где? Снизу? Не знаю еще. Вот это. Кость. Кость. Рука. Да. Валенок? Нет. Все детали идут. От него. Но такое ощущение, что оно находится в ткани. Войлок. Да, войлок. Ну это, наверное, у него часть шинели осталась. Значит, позимеет. Это корни, но они сплюлись с войлоком. Да. Оп, это красные кусочки химкарандаша. Корни мне посложнее делать. Чтобы сказал, даже немного. Ребра. Тут, кажется, кости в хорошем состоянии. Ну, для болота, да. Прошли воронка. Ткань. Вот. Просыпалась. Какая-то ткань тонкая. Это волосы. Волосы. Да. Волосы сохранены вверх. Я думаю, что это что-то было. Какое-то изделие было, на самом деле, с волосами. Потому что оно как в чехле лежало. А почему ты думаешь, что это чехол, а не кожа? Ну, кожа, но это не человеческая кожа. Почему ты так думаешь? Мне так кажется. Я даже не знаю. Оно ровно отрезанное. Ну, да. Сейчас я буду аккуратно выбирать. Одной горстки. И перебирать. Потому что, что там. Кладушка. Кладушка. что такое кусочки кости значит медалью он будет принесите вид ведерко для костей пожалуйста медалью он может быть по-любому буду стараться я не пропущу есть котелок сможем прочитать да и медалью феликс ложи пожалуйста кости и вставай с той стороны о блин только выключил камеру у нас звезда с шапки ну ты сам а вот что-то волосы трогал это шапка была да это была шапка это кусочек кожи с шапки серпомолот конечно сгнил даже чистить даже омедненная была иметь тут не спасла осталась одна эмаль даже чистить не стоит феликс зайди с той стороны пожалуйста а у меня противогаз я вот только нащупал стекло ты сумасшедший по фильтрам попал по газбакам что тут блестящий кость гость там тоже ребро нет он карандаш от rgd-33 до детонатор а вот и с ним протри его топить то надо уже чистые вещи он тоже золото кстати горы сделан чтобы не окислился ну да хорошо слоями идет стекло что такое у нас скорее всего тот слой на что-то делаешь это ремень часть ремешках у нас противогазные сумки что-ли вот это как раз поясной ремень у нас еще цвет не потерял коричневый противогаз как новый только сталь наверное все сгнила сталь тут вообще сталь тут вообще Смотри внутри противогаза, там вдруг что-то затекло Ничего, не знаю какого состояния, что от него осталось, постараюсь его поднять Как на море прям чайки Морис, Костя прям Вопрос пока не могу отвечать Да целый валенок, бойцы по зиме были, валенки даже сохранились Что скрой, наверное, сырой валенок Вторая нога, вторая без валенка что ли? Нет, это не вторая, это без валенок А, да-да-да Что-то нет Вот так наши солдаты лежат до сих пор в болоте Портенки не идут Портенки может быть, ну, не сохранились, они же хбшные Стандартная картина Ну, состояние костей, кстати, в этом болоте очень хорошее Везло, что не сгнили Что нато, портеба газа Что нато, портеба газа Возьмите 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 Наро сваленку можешь просто переложить Аккуратненько Я остальные, сразу принесу Ну да Заняешь Достаток под названием написали? Нет, там ничего такого не было. Все? Да, писал. Прям порасправлю, да. Наоборот, у тебя к тазу идет с другой стороны. Челюсть сейчас пойдет. Ладно, народ тут так, пока не буду комментарии смотреть. Нижняя челюсть? Да. Я очень аккуратен. Ну и тут точно 18 плюс урокину либо кинет. Возьмите Эларион. Возьмите Эларион. Зубы вся с мудростью урока удалены. Значит он уже за 20 точно. Да, здесь сталь вообще просто. Давай, наверное, ларику выдавай все равно. Да нет, смотри, что можно. Держи. Череп, к сожалению, расколот я вижу уже. В общем череп надо доставать. Кажется, возьму где-то ничего не получится. Лучше с другой стороны, то есть каску сними как бы. Вот он съезжает с позвонка. С позвонков, которые остались. Позвонки, да? Да, вот они. Верхние. Ну да, здесь осколков много. Очень. Это у него в голове сколок или часть черепа? Нет, это часть черепа. Очень большая. Да, вот так вот человек лезет. Каска вообще. Монетка советская. Арик, возьми монетку. У меня руки звонят. Она одна? Точно. Сейчас проверяю. Да, одна. Осколки каски. 15 копеек с этого года. Состояние-то, кстати, блестит. На руке положи, пожалуйста. Переверли. Представляю, что с ней одна краска осталась. Давай аккуратно с ней передай. Какая краска. Зато можно внутреннее устройство ручки посмотреть сразу. Лучше аккуратно с ней, а то можно посмотреть внутреннее устройство ларика. Открытый урок. Давай, убирай. Не надо эту. Смотри, пружинка от него выпала. Выпала, так выпала. Давай быстрее. Лента. Выпал и развалился. Лента, отцепи этот район. Красной ленточкой. Обязательно. С ним беда, он же с ним общел. Как он вообще сохранился в таком грунте? Повторяешь, окрашенный был. Только, наверное, за это. Оп, еще монета. В онлайн-режиме. Вот видишь, сверху лежит. Там, смотри, по-моему, палец еще. Аккуратненько. Прибирай. Давай, все сюда. Нет, это палец. Монетки там разве не было? Была, была монетка и пропалец. Монетка такого же абсолютно пошиба. Смотрите, что на нем еще грунт есть. Только другого. Тоже 15 копеек. Да, 15 копеек. На годик. Положи себя на рукав или на руку. Сейчас я вытру другую сторону. Чуть-чуть. Посередине руки порывался. Тогда фокус долго буду искать. Видишь, металл чуть-чуть уже подъеденный. Да, понятно. Это же какая-то там никель, что-то там из плавникеля. Никель, цинк, медь. Переверни еще раз. Надо ящик этот убрать потом с гвоздями куда-нибудь подальше. А нога дальше идет? Ты еще не доставал, да? Еще вторую? Я еще не нашел вторую часть. Не знаю, куда она... Петелька. Подожди, это этот самый. По-моему, с сумки ремень. По-моему, тоже. Не помню. Это не поясной. Пора завести в штате у нас реконструкторов. Да. Чтобы нам все рассказывали. Может, это плечевой для ремня. Ой. Разгрузка, может быть? Ну, самая обычная, которая через один бок перебрасывалась. Перевязочный пакет. Дырявый. Наверное, использовал, может быть? Может быть. Ну, видишь, там ничего нет, значит, использовал. Судя по его ранению, вряд ли он мог использовать. Угу. Кто-то мог. Фил, посмотри, что это. Наверное. Может, рука... Нет, тарайфалин все-таки. Вален, вален. Стелька от него. А что же у тебя над левой рукой? Да я вижу, вижу. Твердая. Отдельно. Что это? Не знаю. Вот еще. Турят палатки. Да это, скорее всего, не от палатки, а что-то другое. Валенок чуть под развалился, если честно, на мой взгляд. Нижняя часть. Наверное, прямо здесь стоит разобрать. А вон нижняя часть валенок. Да, вот она. Аккуратно. Под развалился. А, это не валенок развалился. Это ремень поясной. А, да-да-да. Вот что это. Вот пряжка. Я от ремня как раз, наверное. Это вот именно. Вот это поясной ремень как раз. Ну их же несколько было. Если он был в шинели. Рючный. И вот этот поясной поверх шинели, либо тулупа. А это от него хлястик второй. Не-е-е. Это что-то другое. Не знаю, может быть. А, ну да-да. Да, это он. Принимай. Фил, займись валенком, пожалуйста. Сможешь? Да, смотри. Не трогай. Не трогай. Оп. Еще один. А давай передесантируем его сразу же туда. Там и разберешь. На этот. А может я и Ларику проще вот так передаю? Ну и Ларику. Ну просто он может... Слушай, это не двудырный, это двудырный ремень, да? Да, двудырный. Тогда я на реку и возвращайся на реку. На, что-нибудь другое есть, чтобы разрезать. Ну ладно. Да, еще как по зиме. Ну кто спрашивает, просто нарад. Были же остатки шапки. А что он ногу вынул в большую кость? В самом начале конечно. А, ну да. Что-то... Здесь уже больше сгнило. Сюда просто больше плоды сейчас прямо с нами попало. Больше бордака. А пальцы? Пальцы где? Вот. Или не там? Ну и здесь. Может на той стороне, которую ты лепил? Нет, здесь больше ничего нет. Сгнили? Хотя вон что-то есть. Почему? Вот один, второй, третий. Их не видно, потому что сюда мы плеснули грязи, когда его доставали. Так что их можно вынимать. Ну да, по поводу формы точно сказать, что по зиме нельзя. Потому что у нас... Вспомни как форма меняется. По приказу, когда там уже запоздалая. Ну... Да, но валенки-то на нем. Это точно. Исключительно на нем. И шапка тоже на нем зимняя. Уже мы первого бойца. Да. Поднимать все обследовали. Во всяких случаев еще углубились, чтобы не пропустить медальон. Перебрали все дело. Сейчас уложим. И будем приступать к подъему следующего бойца. Уже не звонили. Место. Камера у нас баланс белого беда. Она видит подложку белую и все затемнеет. Ларик сейчас все уложит. Все это дело. Да, немецкая флега. Прострелянная во многих-многих местах. Ее не пощадили во время сильно. А, она черная просто. Да, она просто подгнила. Даже альминия подгнила. Тут все сильно гниет. Опа-на! Ах ты жук! Смотрите, это приклад от винтовки Мосина деревянной. Понятно, что там за сигнал, Феликс. Там винтовка Мосина с бойцом. Не торопись. Да, я сюда приду. Давай, вытягивай медаль. Не поднимай. Прямо по земле. О, со штыком еще. Винтовка Мосина со штыком. Что? да взрыватели гранате f1 у нас брючный ремень получается вот бедро кстати сразу же не бедро вот и таз таз извиняюсь ну да все по зиме значит и маленькие даже сохранить там же сохранились ноги здесь были миша говорит что там хита диски но пластинка вышла получше чем предыдущий песок было смотря тут еще на день лежал нас так пустой на рядом с местом следующий уже третий боец пошел то есть коробочка какая-то пузырьки скоро крытая коробочка стощу коробочку сорвалась тащи тащи народ хочет чтобы ты вытащил что-то тащу лайки ставят чтобы ты ящик достал конец очередной ящик открытый вот смотрите звезда вот так у вас это для пулемета дегтярева очередной ящик с дисками полный полный они пустые а и комары сохран вы говорите вот это я бы сказал что он очень печальный я не могу взять ребят возьмите пожалуйста обе руки что-то мог какой настил посмотрите в общем попался вот такой диск кейс от кс гоу кто-то греет ни разу брали это как кс только по новее для нового поколения детишек наши люди играют в 1 6 если уж углубляться извините что не очень эстетично мы его разбираем это ему конец да и зачем мы это делаем раз два три вставки отклепались ну ты че как то так ну 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 ну